Дорогие друзья, вечер бокса продолжает четырехраундовый поединок в тяжелом весе до 90,7 килограммов. Синий угол ринга. Встречайте бойца из России, город Макеевка. Игорь Лильчицкий. Ну, а сейчас у нас следующая пара бойцов, боксеров. Это, конечно же, тяжелый вес до 90 килограммов 700 граммов. Игорь Лильчицкий, ныне резидент Москвы, первым проследует в ринг. На его счету семь побед, одна из них одержана нокаутом. Восемь поражений, шесть из них досрочные. Карьеру профессионала он начал в сентябре 2015 года. Первые четыре поединка выиграл, кстати говоря. Ну, а затем была серия из трех поражений. Ну, причем проигрывал он достаточно достойным ребятам. Проигрывал Кубинцу Ленару Пересу, россиянину Руслану Файферу. Затем была победа над Петром Егоровым. А в июне 2022 года он проиграл техническим нокаутом Марслану Елыеву. Затем огорчил проспект Ярослава Дароничева. В июле 2022 года раздельным решением судит победил тогда Игорь. После чего у него было четыре поражения подряд. Проигрывал досрочную Курейшу Сагову. Георгий Юновидов в том числе. Слежатый соперника из Грузии, город Тбилиси, Георгий Чикладзе. Ну, а в красный угол приглашается дебютант сегодняшнего турнира. Один из дебютантов Георгий Чикладзе. Боксер представляет Грузию. Тбилиси он родился. На его счету пока нет поединков. Но у него есть серьезная любительская олимпийская такая, скажем так, карьера. Представлял он сборную Грузии. Не раз. Достаточно много поединков он проводил. Участвовал на чемпионате мира в Белграде. Кстати, в 2021 году. Ну, и ни больше, ни меньше в первых двух поединках одержал победы. В первом одержал победу над представителем Люксембурга. Ну, и во втором поединке одержал победу над представителем Германии. В третьем, кстати, кругу уступил боксеру из Индии. И, кстати, олимпийский и любительский бокс. Достаточно серьезно представлен индийскими боксерами. Потом достаточно хороший, высокий уровень. Уступил судейским решениям. Ну, и вот принял решение сейчас, видимо, дебютировать в качестве профессионала. Поднимается в ринг Георгий Чикладзе. Ну, и ждем объявления боксеров уже непосредственно в их углах. Дамы и господа, приветствуйте соперника. В синем углу боец из России, город Макеевка. Ему 33 года, рост 187 сантиметров, вес 90 килограммов, 400 граммов. Профрекорд 15 боев. 7 побед, одна одержана нокаутом, 8 поражений. Игорь Вильчицкий. Его соперник в красном углу из Грузии, город Тбилиси. Ему 25 лет, рост 188 сантиметров, вес 90 килограммов, 150 граммов. Дебют на профессиональном ринге Георгий Чикладзе. Рефери-боя Виктор Панин. Господа боксеры. Господа боксеры, прошу вас, опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды, желаем удачи. Пожали руки по углам. Синий угол готовы? Красный угол готовы? Секунданты готовы? Ну что ж, все готовы. Да и вы, собственно, готовы тоже комментировать этот поединок. Четыре раунда по три минуты здесь запланировано. Да, конечно же, Георгий Юновидов проходил и больше. Раунды у него было побольше. Джеба начинает Георгий Чикладзе. Еще раз у нас такая классика жанра. Маститый любитель, дебютирующий в трофе против опытного Джорни-мэна. Хороших бойджетов. Таких тяжелых еще. Он откровенно затолкал просто туда канатом Вильчицкого. Георгий Чикладзе начал, решил не катать вапюшку, называется. Да, коллега, олимпийский бокс. Там и дистанция покороче. Там сразу ребята стартуют быстро. Поэтому опыт в этом, я думаю, конечно же, у Георгия Чикладзе серьезный. В туловище старается пробить. Вот это размен. Там и Вильчицкий кидал боковой-то слева. Боковой на боковой слева летел. Игорь в ринге уже насмотрелся на всяких ребят. Поэтому его вот таким вот спортом, наверное, сложно удивить. В углу у Игоря Вильчицкого, его однокомандник и посовместительство друг Герман Скабенко. Человек, который в последнее время себя достаточно хорошо показывает и на голых блоках. Попал Вильчицкий. Вильчицкий включился. Да. Решил показать, да, он здесь что-то. Не только номер пришел отбывать, как говорится. Ой-ой-ой, какой размен. Ух ты. Пошла, пошла, да, такая, как говорится. Ух ты, все возвращает там Вильчицкий. Но тут ребята все, пошли на принцип. Так чувствуется уже. Четыре раунда у нас. Четыре раунда и такой у нас огненный первый. И удалось здесь, да, опытному Игорю Вильчицкого вот так вот втянуть в такой вот размен своего оппонента. Да, так пошла открытая. Ох ты, какой там сейчас склестнул слева на скачке. Показываем Чекладзе. Чекладзе тоже, да. Ну, там уже гематома, по-моему, над правым глазом какая-то небольшая появилась. Ну, не очень существенная. Промахивается, да, Чекладзе. Попытался Вильчицкий здесь перехватить. Вильчицкий постарался использовать этот момент. Кстати говоря, он сейчас на этот бой вышел после победы. Здесь же в Екатеринбурге он победил дебютанца Алексея Салмина. Поэтому для него огорчить дебютанца, как с добрым утром. Да, он это умеет делать. Есть у него и над небитыми ребятами тоже победа. Ну, помнишь, Ярослав Доронич тоже как бы прочувствовал на себе стойкость. Ух ты, какая серия. Зря встал здесь Чекладзе. Показывает всем видом, что ему нипочем. Ох ты. Полетел и попал, кстати. Такое там право свелеснул больше. Ну, вот этот бой не в одну сторону, сто процентов. На, мой, 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 по-мой. Кия, поставь ему, поддай. Да, пожалуйста. Нет, на него увидим, иначе. Знаешь, что надо делать? Правый, левый, правый, как ты делаешь. Мало, короче, одного, понимаешь? Мало, 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 мало. Не, пускай, только. Левый, пускай, лучше, чтобы правый, как ты видишь. Попитать нет? Ребят, побыстрее, секунданты. Бугал, пожалуйста, бугал, бугал. Бугал, пожалуйста, бугал. Второй раунд, да, в первом-то все было очень близехонько, ровненько, ну и очень много разменов. И весело, и зрелищно. Будет ли второй раунд такой же, как первый? Ну, начинает пока так поклачивать. А вот нет. Пошел два боковых. Чигладзе любит, любит порубиться. А это да и на руку опытному, да, Игорю Вильчицкому. С другой стороны, Игорю Вильчицкого не назвать таким записным нокаутер, но у него лишь одна досрочная победа из семи. Работаем, работаем ближе, работаем, 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 работаем. Работаем, работаем ближе. Работаем, работаем, работаем. Чигладзе неплохо получается работать джебом, да, с дистанцией, но он не всегда этим пользуется, мне кажется. Он такой, готов и порубиться где-то, на ближнюю пройти, боковыми покидать мощно. Работаем. Работаем. Ох, после права левым туда ткнул Чигладзе. И еще раз. Ух ты! Но эти два ухта пролетело не мимо. Мне показалось, что удар справа все-таки достиг цели. Туловище пробивает Вильчицкий. А вот это точно хорошая серия. Чигладзе принялся на блок. Вильчицкий. Ну и коллега, да, не скучно уж точно тут. Там есть небольшое, по-моему, кровотечение из носа. Так, подробовал сам себя перчаткой. Взрывается серия, но все по локтям. Работай, брази. Работай, работай. Ребят, работай. Доработать 30 секунд просит из угла. Работаем. Хороший размер. Попадают оба. Опасной головой. Повнимайся головой. Опять пошла война крюков. Точных попаданий таких нет пока. Пить будешь? Пить будешь? Пить будешь? Пить. Ребята, красный угол повысили, ребята! Капа! Капа! Красный угол, побыстрее! Табуретка! Ребят, повнимательнее! Там немножко затянулся перерыв, но все, табуретка забрана. Третий раунд из четырех запланированных у нас начинается. Начинается он с атак Игоря Вильчицкого. Начинает поджимать, поджимать, поджимать Игорь, да. С двойкой там бросается, но не попадает Чекладзе. Акцентированный удар справа, заезжает Чекладзе, еще один. Игорь поджимает, хорошо, аперхотом там. При этом смотри, да, в этом раунде Игорь постоянно старается поддавливать. Вильчицкий так идет, идет, идет вперед. И где-то немножко, мне кажется, отдал инициативу здесь Чекладзе. Он, может быть, не ожидал, что соперник пойдет на него, кстати. Двойка мощная, но там блок был на месте у Вильчицкого. Хороший двойный джеб от Игоря. Ребят, работай, 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 работай на плесень. И тот, и другой немножко, да, все там включат. А вот здесь попал, кстати, попал, справа. Чекладзе. Ну там даже, смотри, сейчас Вильчицкий показывает, что как бы меня придерживают вроде как. Ух ты, злой боковой слева. Чекладзе чем ответит Игоря. Вильчицкий далеко не уходит, и что самое важное, сам старается давить. Поддавливает сейчас. Поддавливает, поддавливает. Через туловище. Ребята, поднимайся, только за. Набрасывай, не давай думать, набрасывай. Не давай думать, показывают из угла, да. Вильчицкому, да, это Герман Скопенко. Абсолютно он прав здесь. Через руку хорошо пробивает Вильчицкий, немножко клинча. Куда-то делся джеб у Георгия Чекладзе. Да, он перестал им, откровенно говоря, работать. И видно, что некомфортно здесь Георгию, когда на него идут. Когда соперник не стоит на месте, а немножко идет, поддавливает. Ребята, опять борьба. Хорошо, а джебом там прошил защиту своего соперника. И еще один джеб от Вильчицкого. Мощные два боковых от Чекладзе. Вильчицкий все держит. Ну, так здесь я подозреваю, что срубить одним ударом не получится, наверное. Но пока не получается. Если Георгий рассчитывает на это, ну, раунд у него еще остался. Ну, что, правая, блядь, блядь, блядь. Последний раунд под пипи. Я сейчас выиграл. Не, надо вытягивать, надо до конца забирать. Ребята, последний раунд подчищем. Работаем. Финальная трехминутка в этом поединке. Пошел с джебом. Сразу же вроде бы там защищался. Очень хорошо. Игорь Вильчицкий. И сам уже пошел. Я думаю, что Вильчицкий сейчас постарается работать. Да ему и сказали об этом в углу. Так, ты вроде хорошо смотришься, но тебе так не отдадут. Тебе надо больше делать. Больше, больше, больше. Пошел с джебом. Портус плотно попал, да. Слишком размашисто работает в этих эпизодах здесь Чигладзе. И не попадает в такие большие длинные амплитудные удары. Больше ударов. Но вот не хватает ему джеба такого навстречу жесткого. Куда-то делся лами. Вильчицкому нужен такой очень хороший спорт. Большая такая уверенная концовка этого поединка для того, чтобы постараться в сторону свою судейскую бригаду как бы сломить. Немножко борьбы от Чигладзе. Вот вроде провалил, да, но не стал подхватывать этот провал здесь Ильчицкий. Удар справа и приклеивается Чигладзе к сопернику. Времени-то уже меньше, чем полраунда остается, да. Надо боксерам рисковать. Хотя, в принципе, они стараются это делать, да. По мере своих сил и возможностей. И вновь, да, боковые. Все больше и больше клинча. Да, там как бы, за счет того, что пошли друг на друга, бросились немножко боксеры, там даже ниже пояса. А вот рубка под концовочку пошла опять, вон там война крюков. Причем Виктор Панин дает ребятам поработать в инсайзе. Да, чуть-чуть поподжимать. Потеря капы здесь у Ильчицкого, по-моему. А вот и статистика, кстати, нам показывают. Ну и посмотрите, да, в разы чеклазы больше все-таки выбрасывает. А по точным ударам очень близенько. То есть Ильчицкий делает, возможно, если судить по статистике, меньше, но качественнее. Ух ты. Аккуратнее. Да, да, да. Господа боксеры. Размены клинч. Пошла борьба уже здесь, вблизи. Удары короткие. Вот такой сумбур немножечко. Да. Ну что ж, ждем решения судей. Да, за ними теперь сама вот эта основная работа. Молоденький, да. Чуть выше можно. Молоденький, да. Дорогие друзья, ну что, хороший бой. Аплодисменты бахтерам. Итак, в этом бою победу единогласным решением судья держал... Георгий Чигладзе! Георгий Чигладзе! Георгий Чигладзе! Продолжение следует...